Срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmort. Урок номер 6. Давайте более детально знакомиться с конструктором шапки. Сейчас вот у нас выглядит он по умолчанию. Здесь у нас выводится логотип, выводится верхняя зеленая полоса с текстом, который мы можем удалить, заменить. Социальные кнопки, аккаунт, если вы используете WooCommerce. И, соответственно, поиск, избранные, корзина – это все, что связано с WooCommerce. Переходим в админке Woodmort, конструктор шапки. Пока что мы пробежимся именно по этим строкам. В следующих видео более детально коснемся вложенных вот этих виджетов, которые позволяют нам выводить логотип, меню, иконки и так далее. То есть вы уже просто по этому кругляшу понимаете, что это у нас вот эта зеленая полоса сверху. Если у вас есть задача вообще это не использовать. Давайте начнем с того, что просто есть здесь шестеренка. Если мы сюда нажмем, перейдем в общие настройки, то мы встречаем первые настройки. Это у нас вот две кнопки. И по умолчанию выбрано во всю ширину. Наводите мышь, и по-русски написано «центрированная адаптивная колонка». На эту наводим равные правые и левые колонки. Ну, то есть у нас же здесь располагается в колонках информация какая-то. Здесь, здесь. Возможно, внешне. Сейчас, если переключите, сохранитесь визуально, это не будет видно. Но если колонки все будут заполнены, получается у нас вот здесь же пусто, ничего не заполнено. Тогда, возможно, здесь это будет играть роль. Пока оставляем здесь как есть. Дальше высота, высота строки. Просто за ползунок можете двигать. Высота строки на мобильных устройствах. Больше, меньше. Вот, допустим, сделаю так, сохранить, сохранить. Обновимся. Видите, эта полоса стала просто гигантская. И сверху, и снизу у нас отступы произошли. Это понятно. Дальше. Адаптивность. Скрыть на ПК, допустим, скрыть на мобильных устройствах. Ну, это на ваше усмотрение. Где-то вы хотите скрыть. Ну, давайте просто, чтобы вы понимали, что это работает. Просто скроем на ПК. Вот, на ПК мы скрыли. Если мы посмотрим имитацию мобильного устройства, мы здесь это видим. Эту полосу. Движемся с вами дальше. Пускай она показывается. Дальше стики. Это залипание. Сделать липким. И вот здесь вот есть вопросик. Наводим, чтобы посмотреть, как это будет залипать. Если мы включаем, то высота срабатывания может в разное время срабатывать. На ваше усмотрение. Давайте. А, ну мы сейчас посмотреть не сможем. Скорее всего. Контента нет. Длины страницы нет. Прокрутить страницу мы не можем. В принципе, вот здесь это можно посмотреть. У нас, вы видите, основное меню логотип прячется, но остается только зеленая полоса. Ее видно при прокрутке. Вот. Это очень крутая шапка, позволяющая нам, допустим, важные моменты, телефон, адрес, чтобы был на виду. И вот вы решаете, срабатывает он тут или нет. Также здесь есть вкладка стиль. Цветовая схема. Светлое и темное. Можно выбрать. Дальше. У нас же полоса зеленая. Вы выбираете цвет. Можно даже загрузить изображение, чтобы было изображение вместо цвета. Нижняя граница, если хотите использовать, то надо задать бордер. То есть это рамка. Допустим, 4 пикселя. Ее стиль. То есть соль это сплошная, там двойная. Дальше. У этой границы цвет. Давайте, чтобы мы хорошо видели. Поставим оранжевый. Дальше. Тень можно добавить. Сохранить. И мы видим синяя плашка. И линия у нас показывается оранжевая. И легкая тень. Также у нас здесь есть возможность во всю ширину коробка. Но это у нас работает, если мы выберем коробку. После обновления страницы мы видим по рамке, по оранжевой рамке, что она идет как коробочная версия. Но синяя полоса все равно у нас идет во всю ширину. Вы можете вообще не использовать эту полосу. Вот здесь вот HTML блок удалить и удалить соц. иконки. Она отображаться не будет. Либо просто скрыть на ПК и скрыть на мобилке. Если вы не хотите использовать вот эту вообще полосу. Если мы посмотрим в другие строки, где у нас заложен логотип, иконки. Вы просто визуально можете видеть, где это находится. Дальше у нас заложено категории, меню. То в настройках мы здесь видим то же самое. То, что мы с вами уже смотрели. Также отдельно можно липким сделать эту полосу с настройками. Или эту полосу сделать липким, залипающим при прокрутке страницы. Единственное, что вот здесь мы можем видеть перечеркнуть значок скрыт на мобилке. Вся секция скрыта на мобилке. Если мы зайдем, автоматически вот здесь у нас выставлено скрыто на мобилке. Почему? Потому что у нас с вами здесь меню прячется. Мы потом до этих настройок дойдем вот сюда вот в категории. Поэтому на мобилке оно правильно выключено. Поэтому здесь я не останавливаюсь. Здесь по аналогии вы можете настроить каждую полосу с настройками. И это здесь еще не все. Здесь есть у нас еще настройка мобайл. Настройка отдельно для мобильных устройств. Разберем в следующем видео. И сейчас посмотрим вот этот сеттинг. Здесь еще дополнительные настройки. Первая опция. Если мы наведем мышь, то на картинке понятно, чтобы наша задняя картинка перекрывала меню. Вот вы видите на зеленом, видите, зеленая девушка на зеленом фоне. И меню как бы поверх идет. Мы сейчас это посмотреть не можем. Потому что здесь другой дизайн. Нужно настраивать вот такой задний бэкграунд. Тогда это получится. Но вот здесь вот, как только это включаем, появляется еще одна опция. И видите, меню будет как боксит в коробке. То есть если мы это включим и сохраним, то в принципе мы видим, что меню отверху отступает. Если там, где в Удморт, мы зададим цвет какой-то, сзади будет бэкграунд картинка, тогда мы будем отчетливо видеть вот это меню коробкой. Также дальше на всю ширину, если включаем, по картинке видно даже на миниатюре, как раздвигаются блоки. Это если много контента, большое меню и нужно раздвинуть до предела, сделать резиновый. Это можно сделать здесь. Дальше, Header, Dropdown, Dark. У нас пока что мега меню не выведено. Мы не можем это посмотреть сейчас. Но мы можем на картинке видеть, да, чтобы был светлый бэкграунд, темный бэкграунд. Можно темный, dark просто включить здесь. Дальше, липкая шапка, Sticky, Header у нас по умолчанию уже включено. Скрыть при прокрутке вниз. Вот здесь на картинке даже будет видно. Так, думаю, здесь понятно. Здесь именно Sticky, Head, Shadow, Shadow это тень. Добавьте тень для заголовка, когда он будет прилипать. Вот это вот опция. Дальше, Sticky, Effect, эффект прилипания. Sticky, On Scroll, то есть эффект при скролле у нас залипает, если мы используем залипающую шапку. Вот здесь это видно. И Sticky, Effect, Scroll Down, когда прокручивается вниз. Практически разница между ними не особо большая. Вот они здесь, вот эти опции. Мы с вами их рассмотрели. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации, возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в тело. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в тело.